Я хочу вам представить Александра Геннадьевича Хакимова или читание Чандры Чаранны Прабу. Это его духовное имя. Он является духовным учителем, писателем, популярным лектором, видным деятелем, художником. Вот есть такая книга Александра Хакимова «Эволюция красоты». Эта книга, вот она так выглядит, она содержит также картины Александра Геннадьевича и определённые рассуждения. То есть там рассказывается, что такое красота и различные вопросы на эту тему. И эти вопросы, которые мы хотим изучать, то есть разобрать, я хочу задать. Александр Геннадьевич, добрый день. Что такое истинная и ложная красота? Пожалуйста, объясните нам. Добрый день. Ну а вообще, что такое красота? Когда мы говорим красота, мы имеем в виду, конечно, истинная красота. Но есть также и ложные понятия в мире двойственности. На каждое правильное утверждение есть какая-то неправильная вещь. На свет тут есть тень, на добро есть зло, на врага есть друг. Вот всегда мы живём в таком мире как бы противоречивом. Также красота, красота тоже имеет как бы антипод. То есть внешняя красота и внутренняя красота. Так можно сказать. То и другое можно назвать красотой, потому что она привлекает. И вот истинная красота — это красота внутренняя, а ложная красота — это красота внешняя. Если так в целом сказать, да, вот философские категории разобрать. И внешняя красота, она может быть продуктом и внутренней красоты. Так, например, цветок розы. Вот как он создаётся у нас на глазах? Он как-то изнутри, вот из семечка, да, или из почки, или из бутона, вот изнутри проявляется. Он сам по себе как бы вырастает, как мы говорим, рост существует. Это вот та самая красота, растущая красота. Растущая, формирующая, живущая красота. А есть красота розы, которую можно сымитировать, можно внешней энергией понаблюдать, с чего состоит, сделать составляющие части и склеить их, допустим. Они тоже будут похожи розы. Но она лишь имитирует внутреннюю красоту. Она изнутри должна проявиться красота, когда она истинная, настоящая. Ну, как, например, макияж может сделать красиво, женщина делает, да, а потом обманывает мужчину. Или, наоборот, мужчина обманывает женщину. Какой-то внешней красотой, внешними красивыми словами, там, внешними обещаниями. Сейчас это распространённое явление, что мы живём в мире ненадёжном, обманываем других. Как раз виной тому ложная красота. Спасибо большое. Очень интересно. Следующий вопрос. Как соприкосновение человека с прекрасным меняет его сознание и красоту? Это интересный вопрос. Каким образом, да, сознание? Я сейчас вспомнил один пример, когда я ещё о красоте так близко не думал. Я больше философствовал, как-то вот раньше искал какие-то философские ответы на вопросы жизни, о смысле думал. О красоте ещё так не задумывался близко. И однажды мне рассказали такой случай. Одна женщина сказала, что муж у неё страдал алкоголизмом. Алкоголизмом, и врачи там были уже, что-то предпринимали, но как-то всё тщетно, всё равно время от времени он не мог справиться, и человек страдал таким пороком, недостатком. И кто-то ей посоветовал отвезти мужа на берег озера, там под Краснодаром как раз это было, вот это место, недалеко от Ильского. Посмотреть им на то озеро, может быть там и есть и другие озёра. Но вот ей посоветовали отвезти мужа вот посмотреть на лотосы цветущие. На цветущие лотосы. И вон, свершилось такое чудо, что он после того, как увидел эту красоту, он полгода не мог пить вообще, полгода. Потом он снова как бы вот он вернулся, но вот был под влиянием красоты полгода. Вот один раз выехали на один час на это озеро, и полгода вот это впечатление его удерживало от этих вот мыслей и желаний. И когда я приехал на это озеро, потому что мне рассказали о нём, а я был там в Краснодаре, думаю, дай-ка вот по пути, Новороссийск, говорят, как раз заедем на то озеро и посмотрим. И когда я её видел, мы были с дочерью, а дочери было тогда, может быть, лет 10-11, и мы подошли к берегу, там было много людей, такая видовая площадка, мостики были прям идущие в озеро, между этими лотосами, большими цветущими, такие вот, знаете. И дочь сказала, «Папа, это что, рай?» То есть вот эта атмосфера такая неслыханная, невиданная, человек первый раз, да, всё прикоснулся с красотой. И вот после этого я задумался, что красота, наверное, это самое практичное проявление добродетели в этом мире. Добродетели и проявление истины, которую мы ищем, да, философствуем. А вот где она? А в красоте, оказывается, она есть. Это для меня было такое открытие, и с тех пор я стал думать, что я должен продолжать свои художные поиски, поиски красоты, вот работать с этим, наряду с тем, что я постигаю абсолютную истину, там задумываюсь о душе, о Боге, о Вселенной. Без красоты я думаю, что я этого никогда не смогу понять. Вот красота тоже меня, видите, ну, сдвинула смертность этого вот такого вот ментального, такого, знаете, умственного такого вот. Это же сложно, да, придумать что-то вот. А вот тут ничего придумывать не надо, нужно вот просто видеть красоту, создавать красоту, жить в красоте, вот действовать нужно в этом. Вот такое же мое сознание сильно изменилось, конечно, внутренний мир под влиянием красоты. Это эпизодная жизнь. Это, наверное, другое озеро. У нас тоже оказалось озеро здесь рядом. Мы как-то решили для Господа сорвать лотосы, чтобы положить на алтарь. Увидели в озере вот эти вот лотосы там растут, и мы приехали на это озеро, поплыли туда, и оказалось, что есть человек, который выращивает эти лотосы, и он сказал, эти лотосы нельзя рвать, вообще нельзя рвать, я никому не разрешаю. Мы тогда сказали, что это на алтарь, и он сказал, я вас ждал всю жизнь, я специально для вас это выращиваю, эти лотосы, и он нам разрешил рвать лотосы на алтарь. Теперь каждый год мы туда приезжаем, и рвем лотосы. Это красивая история. Здорово, да. Так получилось. Третий вопрос. Почему дети любят и должны видеть прекрасное? Красота. Другими словами, когда мы вот видим красоту, мы не получаем какой-то информации, скажем, для ума, может быть, или для абстрактного какого-то мышления, а мы получаем впечатление. Вот это впечатление. И как вот мы изучаем в Ведах, что именно жизнь человека основывается на впечатлениях, не на информации, на впечатлениях. Это на санкре называется самскара. Впечатление. Или отпечаток, или семя, из которых вырастет потом уже целая жизнь. От этого впечатления может произойти целое событие. Как семечко, целое дерево может вырасти. Впечатление. И жизнь человека зависит именно от того, судьба его зависит от того какие впечатления он получит больше в детстве, эти глубокие позитивные красоты, либо негативные скажем, ну плохая там мама или там любящий отец, скажем или вот его не понимали, есть негативные семена, самскары они тоже дают, оказывается всходы деревья, цветы, плоды в нашей жизни неблагоприятные а самскара благоприятна она дает в будущем всходы а если человек, он усвоил красоту какую-то, в сердце принял это сродни таланту в его жизни его будет сопровождать вот эта вот красота в сердце, всю жизнь и она поможет ему выстать в трудностях, например в трудностях личной жизни или социальных проблемах, не знаю в трудностях, ну вообще, вообще какие-то трудности преодолеть она дает ему внутреннюю силу как бы красота и вообще вот я в этой книге вот пишу, написал этот пример, что в древнем Китае, в древнем Китае в древнем также юридической Индии обучение начиналось именно с красоты с того, что ребенка обучали музыке, рисованию каллиграфии, танцем пень, искусством потому что считалось, что если если человек не понимает не чувствует красоты, то ему не следует давать лучшего образования то есть это пользы не принесет такое образование может даже вред нанести как мы знаем, сочетание вот есть негодяй а есть образованный негодяй скажем, это еще хуже будет правда же? уже не улучшает ситуацию вот это образование поэтому людей воспитывали вот таким образом через красоту уже какой-то деятельности к отношению с миром, с людьми к все прощению к терпению потому что в жизни придется терпеть, прощать чтобы пройти этот путь до конца и красота она дает нам силы в этом поэтому детство начинается с восприятия красоты а дети уже они на это сориентированы природой они все это любят рассматривают разбирают, изучают смотрите нужно только поддержать все это направить спасибо так что вот родители это мне кажется инструкция хорошая вам для вашего действия по отношению к детям как раскрыть их способности иногда люди в поиске своего предназначения хотят и приносить пользу и зарабатывать на этом деньги и чтобы работа так же нравилась не всегда эти три фактора совпадают что делать чтобы пойти по этому пути как быть пока к этому еще не пришел то есть есть польза деньги и нравится работа вот что делать что выбрать польза деньги и то что нравится человеку делать есть полезная работа есть денежная работа есть работа которая мне нравится да вот скорее всего все это придется делать все три вещи одновременно придется делать в жизни но мы должны быть к этому готовы почему вот книга называется эволюция красоты мы берем скажем видим в нашем мире гениев красоты для меня был гений первый гений красоты это Леонардо да Винчи я еще учился в школе и вот мне подарили книгу Леонардо да Винчи помню его биографию прочитал я в него влюбился в его Джокондо вот я ее срисовал десять раз наверное карандашами пытался и все мне не получалось в общем я привязался к этой красоте да гении а есть начинающие скажем художники они не гении они художники но они с точки зрения гения плохие художники но важно что они в эволюционном процессе вот важна эволюция потому что чтобы стать гением художником нужно пройти эволюцию от начала нужно стать сначала плохим художником потом работать трудиться и перебиваться понимаете что вот не заплатить за такие еще работы хорошие деньги и нужно придется еще выполнить работу которая не нравится и может быть что-то делать полезное но при этом для поддержания жизни вот какую-то иллюстрацию показывается да там ага в вашей книге когда я начинал свою как бы вот карьеру художника у меня на стене висела картина монолиты есть Монализа Леонардо да Винчи а есть Монолита с младенцем да Мадонна тоже известная работа вот не это нет нет это просто пейзаж но я не найду вот так эту картину вот я живу дома я у меня дома же мастерская я там должен работать я знал что нужно много мне работать чтобы чего-то достичь а друзья приходят и говорят ну вот пойдем туда пойдем сюда вот пойдем на пляж или в кино там или погуляем куда-нибудь я им часто говорю чаще всего но мне некогда я должен работать у меня вот была такая страсть знаете в искусстве и один друг мне сказал потом ты хочешь стать перед таким он показал на эту монолиту то есть хочешь стать как Леонардо да Винчи что ли а ты знаешь что ты этим ради этого пожертвовать всем и семьей там и карьерой и вот вот все ради этого ты же не такой так что пойдем на пляж вот вот видите эволюция достигается большим трудом как я помню это вот в каком-то пятом евангелии может быть может быть это не очень авторитетно но в каком-то пятом евангелии или каком-то евангелии Иисус говорит про музыкантов указывая на искусственных музыкантов которые играют это на праздники он говорит ученикам посмотрите этому они учились тысячи жизней а теперь они видите это делают спонтанно и легко ну то есть не авторитетная информация но я читал из какого-то евангелия вот опубликовано что вот Иисус такое сказал в всяком случае это как бы поддерживает ведическую концепцию что мы начинаем с простых вещей есть же примитивное искусство какое-то детское искусство есть скажем просто ордаменты есть вышивание вот выше выше до классической формы есть определенная эволюция восприятия и отражения и человек находится в эволюции и ему придется преодолевать трудности поэтому будет делать и полезные вещи и денежные вещи и то что нравится или так как по аби тоже на если вы уже гений даже в этом случае ему придется делать иногда просто то что вам закажут что вы не хотите делать ради денег ради выживания все гени все равно он не делали все необходимое, и полезные вещи, и денежные, и то, что нравилось для души. Леонардо ему нравилось больше всего писать свою Джоконду, он никому ее не продал. Хотя у него покупателей было огромное количество, все платили им большие деньги, а он говорил, она не закончена. Всю жизнь он не закончен, он с ней жил просто. С этим образом. Потому что это то, что он, ну ему нравилось, это то, что присутствовало в его сердце. А так он заказы делал определенный, также изучал что-то, экспериментировал, занимался еще запретательством, много было всякой деятельности, кроме этой. Как у всех людей. Вопрос, а вот красота и творчество только художникам присущи, или возможно проявлять это в других видах деятельности так же? Ну, художником я называю в этом случае любого человека, не обязательно который именно изображает что-то на холсте или на бумаге. Поэт это тоже художник должен быть. Есть рифмователь, а есть художник. Вот, допустим, Пушкин, он художник. Как поэт? Не просто поэт, он художник поэт. А есть те, кто под Пушкин и пишут стихи тоже неплохо, технические рифмы это делают. Вот, художник, музыкант это тоже художник. Должен быть. Композитор это тоже художник. Я называю, это как творец, слово творец для меня. Он творит. Он выражает внутренний мир, он стремится к красоте, он пытается создать высокие самскары, впечатления, вплоть до духовных, при помощи искусства. То есть вот этот процесс, называю художник. Потому что художник, в высшем смысле слова, это должен быть человек одухотворённый. То есть сознающий духовное. Потому что без духовности у него не будет вдохновения должного. Он просто будет делать какие-то технические вещи для зарабатывания денег хороших. Таких художников тоже много, которые просто зарабатывают на этом. Но даже они должны именно создавать красоту, иначе никто не купит. Спасибо большое. Ну вот по вот этой вот теме, которую вы начали с самого начала, внешняя и внутренняя красота. А нужна ли вообще внешняя красота? Или только внутренняя? Как вот? Ну нужна она вообще внешне? Внешняя красота, она применима для культуры. Например, если я уважаю какого-то человека, я перед ним не появлюсь в каком-то плохом виде. Скажем, грязным. Или гневным, сбранью какой-то. То есть я приведу себя в порядок. Я могу быть, скажем, в плохом виде сейчас, да, или в какое-то время. Но мне, говорит, вот пришел гость какой-то уважаемый, я тут же привожу себя в порядок, я не могу, да. Ради него, ради него. Ради себя, может быть, я расстроен сегодня, а ради другого я, видите, нахожу силы. Да, то это вдохновляющий момент. Быть красивым для кого-то. Для себя не так красив, как для кого-то. Это свойственно человеку. И вот для Бога выражается самая высокая красота. И мы, видите, в этом мире так все устроено, что мы выражаем красоту внешними формами. То есть это краски, это холсты, это какие-то внешние, вот внешняя энергия, материальные какие-то ингредиенты. Гончарь берет просто глину, делает керамику, просто из какого-то пуска земли, но он творит какие-то формы тоже. То есть нам нужна вот эта вот энергия материальная, чтобы выразить вот эту красоту внешнюю, чтобы показать, зачем мы не увидим ее. Но выше этого, как вот в вопросе было задано, что выше этого есть проявление при помощи речи и поступков красотающих. Вот человек вот некрасив сам по себе или плохо одевается, но как он говорит, люди забывают о его внешнем виде, о его, скажем, может быть, старости, немощности, или то, что он беззубый какой-то, или хромой, или калека, но как он говорит, какие знания, какая душа, они любят его. Знаете, у нас была в начальной школе, когда учился, первый, второй класс, четвертый, это было, конечно, давно, директором школы была женщина-инвалид Великой Отечественной войны. Толстая, почти как шарообразная была женщина, такая форма, уже пожилая, лицо все поражено оспой, нос в нее был пересаженный, кусок плоти, потому что она инвалид. Одна нога протез, один глаз тоже был, вставленный протез, в общем, уродина такая была, знаете, седая уродина, вот со вставленными зубами, глазом, на ноге, на протезе, оспа, нос такой крючком прилепленный, и знаете, как ее любили все, невообразимо, до сих пор ее, вот это чувство незабываемое просто, как любили ее все дети, все родители, ну все, кто ее встречал просто, она никогда голос не повышала, она смотрела, была такая добрая, как она умела говорить, как общаться, как она себя вела, как она нас воспитывала, она умерла через год, как я поступил в ту школу, пришел почти, ну полгорода пришло ее хоронить, и все плакали, вот эта красота, вот удивительная, понимаете, что внутри человека, как доброта, допустим, конечно, она еще выше внешних каких-то вот культурных форм, и на самой вершине это духовное вот это сострадание, вот это пророков, святых людей, которые жертвуют всем ради других, это красота, считается наивысшего порядка, поэтому есть как бы эта эволюция красоты, от внешних форм, но он начинается с внешних форм, что я уважаю кого-то, и поэтому я пытаюсь тоже как-то вот с уважением относиться, выглядеть хорошо. У нас тоже, кстати, был директор школы, тоже был инвалид, у меня одна нога была короче другой, полная тоже так же вспомнила, она тоже была хорошая женщина, она меня потом вспоминала еще после того, как я уже много лет закончил школу, спрашивал мою маму, у меня мама просто тоже в школе работала шеф-поваром, поэтому у меня там нормально все было в школе, всегда. Все было красиво. А вот такой вопрос, вот красота женщины, мы понимаем, что вот у женщин есть красота, а у мужчин бывает красота, вот как красота мужчины, как вот они различаются, интересно, чтобы вы нам рассказали на эту тему. Женщины должны быть красивее мужчины, такой порядок в природе, и когда мужчина некрасивый, женщине это нравится больше, чем красивый, потому что рядом с некрасивым мужчинам она еще красивее выглядит, есть контраст определенный, поэтому ее особенно не беспокоят, чтобы мужчина был просто красавец, какой-то Аполлон, тогда ей нужно быть настолько красивой, чтобы затмить его вообще. Она уже от себя это решает, кто красив, кто некрасив, от своей фактуры. Но, конечно же, мужчина, он привлекает двумя качествами, он становится очень привлекательным. Если он мудрый и добрый, и щедрый, он привлекает всех. Всех женщин, всех мужчин, всех детей, всех кого угодно. То есть это, ну, личность. Это личность, которая, ну, чего-то стоит, имеет цену высокую. И внешность также у него, вот это вот, как достояние, потому что, если он делает такие вещи, как мудрые речи от него, как он делает пожертвования, помогая другим, скажем, его доброта, она отречивается на его также поведение, улыбки. И неважно уже, какие черты лица, вот это сквозит доброта его, и он становится привлекательным. Я тоже недавно в интернет мне прислали такую картинку, там два вот таких, две картинки рядом. На одной картинке Давид. Ну, Давид мы знаем, вот эта скульптура красивая такая стоит. Вот. А на второй вот тоже лицо вот этого Давида взяли в фотошопе, сделали как бы он там внизу толстый такой, ну, как бы лицо то же самое, а сам толстый. И написано ковид. Ну, то есть здесь Давид, а здесь ковид. Ну, намек такой, кто болеет этим миросынками, по-моему, так. Вот. Следующий вопрос у нас такой. Художник совершенствуется в своем таланте всю свою жизнь, а вот в других профессиях, которые не связаны с творчеством, можно так вот, точно так же делать это все красивее, совершенствоваться, или там нету никаких вариантов развития, если это не творческая профессия имеется в виду? Это интересно, интересно, потому что любая профессия, на самом деле, для человека, который выполняет, должна быть творческой. должна быть полная самодача в деятельности. То есть для определенного типа людей творчеством является, например, математика. Там полная самодача, он погружается, он там через математику понимает Бога, понимает мир вообще, он все, весь мир открывается ему. И, то есть, в этом смысле его творчество выражается, конечно, в умении оперировать математическими формулами, но главное не это, а счастье. То есть, по сути, творчество венчает счастье. Если мы хотим понять, кто перед нами творец или не творец, это просто счастливый или не счастливый человек в конечном итоге. Счастливый человек это и есть творец. Несчастный человек означает, что он не творец. Он либо кому-то подражает, либо он хочет свое творческое начало продавать за деньги. В общем, у него проблемы какие-то, он не творец. А творец, он счастлив с творением. Я вот интересовался, когда это история искусств, Билибин, известный русский художник, иллюстратор сказок, наверное, непревзойденные все русские сказки, на Билибине образы. Он делал свои многие работы уже в Петербурге, в Ленинграде, оккупировано фашистами, блокада была тогда, в неотапливом помещении зимой, где вообще можно было замерзнуть заживо. он там выгравировался вот эти прекрасные работы, можете представить, и он был счастлив. Он добровольно остался в этом городе, чтобы вот эту работу свою закончить. Насколько человек был погружен в это вот, и вот это счастье защищало его от этих вот невзгод. Вот это, сказать, творец, вот это настоящее творчество, которое не зависит уже ни от погоды, ни от политики. Да, бывает, что вот мир рушится вообще, да, и таланты какие-то пробуждаются. Вот наоборот, да, вот на такой почве, казалось бы, да, сложной вообще политической или экономической или военной, наоборот, вот человечность проявляется больше и больше. В военном мы видели, что это красоты души больше проявилось, больше подвигов было, больше жертвы было друг для друга. Ну, разное было, но вот это тоже проявилось сильно очень. Вот это вот счастье, за которое можно умереть. Вот это уже настоящее поэтому художник, ну как, это лишь образ творца. Это не значит, что он единственный творец, который умеет рисовать. Это образ творца. А так каждый рисует свою жизнь, рисует вот свой характер, он рисует своим характером, своей профессией, не знаю, своим отцовством, своим материнством, ну, по-всякому. И он счастлив, потому что творец никому не завидует. Интересно. Вспомнил эту песню София Ротару, мой белый город в переливах света, омытый добрым солнечным дождем. Я так люблю там твои рассветы, что-то такое. То есть все люди по-разному уже видят город. Кто-то идет и не видит ничего красивого. А вот в этой песне очень красиво все поется, как человек видит свой любимый город. Вот. Наверное, нам надо учиться вот это видеть красоту. Иначе можно подумать, что здесь все пасмурно в этом мире. Как вы думаете, вот как нам может быть развивать себе это видение? Видеть красоту, стараться не видеть плохое? насчет пасмурно мне я вспомнил интересный случай тоже в Ленинграде, еще советский Ленинград был. И это была зима, то есть там черный ледник называют. То есть белые ночи это лето, а черный ледник это зима, потому что там темно по кругу сутки получается. Еще сляхать, знаете, мокрота снежная. То есть зимой он такой Петербург. И вот зимой, представьте, приехали туда группа, целая группа индусов из Арицы, индусов впервые вообще туда, чтобы показать нам выставку своего искусства арийского. Это Джаганат Капури, мы сейчас знаем, где это, ну там солнце постоянно, каждый день, там тепло, там бананы, там то, сё, там горы фруктов, овощей, жизнь кипит, бурлит, потому что солнце там постоянно светло, океан. А тут они приезжают, представьте, впервые эти люди, где солнца нет вообще. У них шок такой. А мы-то их не понимаем, это Петербургцы, мы-то ленинградцы, нам-то хорошо, но чёрные дни, нормально, мы все привыкаем, мы знаем, что-то, как тут жить, как выжить. И вот им дали ещё этот манеж, такой манеж, манеж назывался выставочный зал, туда заходишь, что-то такие мраморные холодные полы, без мебели. Вот. И там такие подиумы мраморные, вот они прям сидят на подстилках, на каких-то тонких подстилках, на этих мраморных холодных полах, индусы эти, они же на мебели не сидят в то время, холодно будет, запутаны, дрожащие, и им нужно задание такое, что они там же и рисуют, изображают, вот, там же на выставке, и тут же продают, значит, потому что люди уже заходят, смотрят, как они сидят там, как они выглядят, как они рисуют, как они продают, всё, а там люди будут смотреть на всё это. И вот мы пошли посмотреть туда, как на эту выставку, как в зоопарк, вот эти индуции. И вот они там рисуют, и они такие несчастные, на нас в глаза не смотрят, вообще там рисуют, вообще нет дела, и думают, ничего, языка не знают. И там был экскурсовод-переводчица, она знала этот аристский язык. И один из этих аристцев, какой-то такой, знаете, некрасивый какой-то там индус, он постоянно пел, там какая-то у него была такая вот одна струна, там и все, толпа собралась, только у нее не слышала, значит, и все слушают, а потом к экскурсоводу, к переводчику, а что, о чем он поет, вы можете сказать? Он говорит, да, да, я понимаю, сейчас я переведу. Послушали ее, он поет, о господь, зачем ты меня привел в этот ад? И такая красивая песня, знаете, про Николая, красивая такая, знаете, ай, это хитер, да, зачем ты меня привел в этот ад? И вот так переводит, и все слушает, и все переживает, логирует потом. Они не смогли, да, увидеть красоту в Петербурге. То есть красивый город, я вот как приезжаю, смотрю, очень красивый, но, наверное, не для индусов зависит. Такая история. Не смогли они уйти. Мы потом принесли просад горячий там, ну как-то мы поняли, что у них есть сложности, конечно, с климатом и с пищей, а они очень были благодарны, что вообще, что там не кто-то позаботился как-то, улыбаться стали так красиво. Да, у них такие красивые зубы, белые, знаете, у этих индусов были, у всех, безупречные зубы там и так далее. Но вот климат не подошел только. А вот как вы понимаете, есть такое понятие «красота души», вот в чем красота души заключается? Вот как это, мы ее же не видим, душу, но вот есть такое понятие «красота души». Это очень обширное понятие и, пожалуй, самый такой важный вопрос в нашей беседе «красота души». Фактически все, что мы видим красивого и прекрасного в этом мире, это лишь, ну как бы, искаженное, частичное отражение истинной красоты души. Вот самое великолепное, что в этом мире существует, без которого мы жить не можем, прекрасное. Это вот красивая девушка для кого-то, это любовь сильная очень, да, такая, знаете, глубокая любовь. Это красивая архитектура, произведение искусств, это великие какие-то грандиозные ландшафты природы, океаны, звезды. Ну вот все, что поэты чувствуют, все, что художники пишут, изображают, о чем говорят, думают философы. Это прекрасные проявления, могучные, сильные, грандиозные, это лишь, говорится, частичное, слабое отражение души, красоты. Как бы вот некоторая лишь частичная часть. И как же вот эта красота проявляется полностью, когда пронизывает все сферы нашей жизни? Чувства, зрение, слуха, обоняние, прочее касание. Ум пронизывает, разум пронизывает. И наше, собственно, вот это я глубинное, нашу суть тоже пронизывает. Вот эта красота, значит, духовная, значит, самадхи, транс полный. И начинается эта красота в этом мире, как ее можно проявить или почувствовать? Через жертву, через самопожертвование. Представьте, человек может быть некрасивый там, но обычный, ну никакой, ну незаметный, но он своей жизнью пожертвовал за никого-то. Вы никогда его не забудете, этот человек, для себя. Вы никогда в жизни не забудете, вы будете всегда считать его святым человеком. Я помню еще в школьные годы, в старшие классы, был случай в Советском Союзе. Это было в Риге. Это показали передачи всему Советскому Союзу, этот случай. В Риге это было, и в центре города где-то были, кстати, вот большие дома. Старые они, знаете, высокие. Там 3-4 этажа, это очень высокие пролеты там у них. Потому что 3,50 только был метр пролет, один этаж. Старая архитектура. И вот на каком-то третьем или четвертом этаже, очень высоко, девочка лежала на подоконнике. Там где-то 4-5 лет ребенок на подоконнике. И человек, мужчина, проходил по площади и увидел ее. Он увидел и очень как бы испугался и удивился, что ребенок лежит прямо на подоконнике на огромной высоте. Спит. И при этом во сне она стала переворачиваться в сторону, значит, вот падения. Вот это реальная история, просто по всему Советскому Союзу передали. Этот человек, он говорит, я не думал, что-то во мне переключилось, потому что думать было некогда. Я прям побежал туда, к этому дому, быстро очень, на ходу снял плащ, говорит, я не понимал, что я сделаю, я хотел ее спасти, жизнь для этой девочки. И вот этим плащом поймал ее. Не ушиб, это всерьез ничего не случилось. Представьте себе, ребенок просто проснулся и ничего не понял. Даже шока не получил. Вау, вот это да. Представьте, кем он стал для этой девочки, когда она выросла, кем он стал для родителей за одну секунду. Человек рискнул своей жизнью, понимаете, жертву совершил. Вот это красота. Вот это глубокая вещь. Поэтому видим, что пророки приходят, жертвуют собой, Иисус пожертвовал собой, кто-то там. Ну все, все пророки, все святые люди, они в жертву себя приносили, не кого-то. И вот эта красота живет тысячи лет с нами, тысячи лет живет с нами. Вечно, фактически. Поэтому в Ведах говорится, что путь к такому счастью, красоте, это через жертву, через самопожертвование. Поэтому хорошо, когда мы воспитываем детей, это самопожертвование. Когда мы делаем благотворительную деятельность, это путь к красоте, это через самопожертвование. Когда мы будем любить друг друга независимо, как мы выглядим. Красивый, некрасивый, старый, не старый. Вот у меня мать, ей сейчас 86 лет. А я ее почему люблю? Ну она же некрасивая уже в старости. А для меня она прекрасна. А потому что она жертвовала своей жизнью, она постоянно обо мне заботилась. И до сих пор она даже, представьте, она не может забыть меня, она заботится, она готова для меня все что угодно сделать. А отдать свою последнюю пенсию может, понимаете, старуха. Ради меня, здорового человека. И видя эту жертву, я, конечно, я не замечаю ее возраста. Мне это не важно. Я ее люблю. Я тоже в детстве одну песенку услышал. Сейчас я ее включу. И я в этой песенке подумал, а где вообще бывают такие места? Вот как в песенке поется, мне интересно было, бывают ли такие места. Я задумался об этом. И вот потом я понял, что есть духовный мир. Вот, и, наверное, как-то в этой песенке намеки такие на этот духовный мир, на красоту духовного мира. Вот песенка, вот она. О, а чего у нас звука-то нет? А, сейчас. О, а чего у нас звука-то нет? Кто-то сказал, что у меня живи? Есть чудес и нет, ты. Я не живи засток. Это круто и не все. Там поется, что я хочу в страну чудес, где растет до неба лес, где течет любви река, любви река, отражая омлака. Я так задумался, неужели есть вообще где-то любви река, вот интересно. Я так, ну, детское мышление такое, я думал, что он поет что-то о чем-то, о том, что он знает. А потом я узнал, что правда, вот есть такие места, где течет любви река и где вечная жизнь. Нам что-то расскажете про такую красоту, вот духовную реальность? Да, мы поднимаемся выше и выше в нашей беседе. Да, я не знаю, что такой вопрос. Но раз есть такой вопрос, то мы должны что-то рассказать о духовном мире, да? Говорит, что материальный мир — это отражение от духовного мира. Здесь тоже есть прекрасные черты. Но он как бы материальный мир, поэтому он изменчивый, он теряет эту красоту, увядает, ее нужно снова создавать, она расцветает и снова исчезает, и снова с каждым это происходит, на весь период жизни красивый. А потом мы увядаем, как цветок розы. Потому что это лишь как бы отпечаток оригинала. А оригинал, он неизменен. То есть как бы принцип красоты, видите, он вечный. Формы меняются, скажем, а принцип остается. Люди рождаются, умирают, а человечество остается. Цветы увядают, вырастают, а снова и снова цветок появляется. Принцип неизменный. Вот этот принцип духовный, красивый, называется Кришна на санскрите. То есть все прекрасные, все привлекающие. Вот это вот называется духовный мир. Все привлекающие, все прекрасные. И причем его красота, великолепие неисчерпаемы, неувядаемы. И вечно обновляющиеся, омолаживающиеся. То есть там нет старости, нет болезни, нет смерти, нет рождения, там вечность. Это описание. Есть такие книги, как Брама Санхита, допустим, Репураны, которые описывают не только материальные доизмерения, но и духовные измерения. И вот красота должна нас привести к Богу, говорится, потому что она именно исходит оттуда. Поэтому она необъяснима. Она как факт существует. Объяснить никто никогда ее не может, потому что она абсолютно, имеет природу абсолюта. Или очиньте непостижимости. То есть мы не можем понять красоту, но красота может дать нам знания, дать нам вдохновение. Она может дать нам талант. Она может дать нам разум. Она может дать нам сострадание. Она может дать нам любовь. Представьте, это вот какой мощный источник. Красота, она в конечном итоге, это личность. Из которой, как из эталона, по образу и подобию исходит все вот это прекрасно. Вот это называется духовный мир. Источник — личность Бога. И мы маленькие такие личности духовные, маленькие Кришны, немножко привлекательные. Мы тоже чуть-чуть вкладываем такими чертами божественными, но покрытые материей, увядающие. Мы как бы сейчас потеряли свою красоту духа. Она должна восстановить, вспомнить. Это называется путь йоги. Йога — это значит восстановление связи. Это йога, это значение слова йога. Это не гимнастика, нет. Восстановление связи. Вот эту связь через красоту. То есть Кришна — это прекрасная личность. Кришна — это также принцип, который повсюду распространен. И мы стремимся через этот принцип красоты идти по эволюции выше и выше до конца, до личности. То есть Бог, конечно, в итоге раскрывается через красоту, через любовь. Только так. А на пути к этому видишь, что есть красота закона, скажем, есть красота творения. Это тоже от Бога, да, закон, творение. Но а каков же тогда творец, если так красиво творение? Вот вопрос возникает. Каков же он сам? Если в нем все эти самые прекрасные черты, которые распространяются повсюду, то он превосходит все это во много-много беспредельно раз, говорится. Он выше всего своего творения. Он далеко за пределами любого воображения. Представьте, мы это увидим когда-нибудь, да. Как факт. Объяснить не можем, а увидеть-то можем. А ощутить присутствие можем. Так же, как красоту мы видим, а объяснить не можем. Ну почему красиво? Как был такой кинорежиссер в советские времена, который создал картину Ивана Васильевича «Нет профессию». Он стал известным, потому что это была популярная кинокомедия, они очень смешные. Там смех был, люди смеялись по-настоящему, им нравилось. И вот они в журнале «Экран» того времени, с ним было интервью, и его спросили, а почему смешно? Объясните законы смеха. Почему смешно? И он ответил тогда, смешно, потому что смешно. Но нет ответа, потому что смех – это тоже изначальная духовная раса, какая красота. Это одна из грани красоты. Ну как мы приводим пример, вот есть три цвета у художника. Если я художник, мне понятен этот пример. Треснованные цветы – желтый, красный и синий. Я могу сказать, откуда зеленый цвет получить. Сочетание желтого и синего. Могу сказать, что такое оранжевый, красный и желтый. То есть сочетание могу объяснить, а вот что такое желтый не могу объяснить изначально. Вот просто тут есть и все. Бог просто есть и нет причины. Красота есть и нет причины. Это тайна, понимаете? Вот это еще больше нас привлекает. Тайна всегда остается тайной. Вот сколько мы не постигали, это называется Бог. Несчерпаемая тайна. Вот эта красота, она не имеет границ. Вот это духовный, представьте, если мы туда придем, да, если мы туда шаг вступим, начнем танцевать, петь, начнем отражать все таланты, вот эти наши пробудницы, да, вот это я наше истинное в полную силу. Потому что это максимальный источник вдохновения. Говорится, что каждый шаг, танец, каждое слово, песня, вот это духовный мир описывается так. Там все абсолютно. Нет как бы вот этих страданий, там или сомнений, или страхов. Рождения нет, смерти нет. Что не жить? Видите, как все? Это духовный мир написывается. Я рекомендую почитать из Брама Самхиты, из Пурана, из книг Боговата Пурана о духовном мире. Описание царства Бога есть во второй песне Боговата Пурана. Есть такая глава. Описание царства Бога подробно. Тут у нас в чате есть вопросы. Я художник и часто сталкиваюсь с тем, что многие люди, даже современные художники, перестали воспринимать красоту. То, что было принято считать красотой раньше, классическое искусство. Многие или не разбираются, для этого нужно какое-то образование, чтобы тонкое восприятие красоты. Или у них уже с детства неправильные, навязанные извне нынешней культуры искажённые восприятия. Я не говорю про абстракцию, скорее про всякие непонятные картины с развратом, оккультизмом, наркотиками, насилием. Дурной вкус, выращенный на современной культуре и искусстве. Как вернуть здоровое эстетическое образование людям и развивать здоровый вкус? Это называется, как бы языком научной психологии, сексуальная красота, опасная красота. Опасная красота, например, как огонь. Огонь, он опасен, он необходим. То есть сексуальная жизнь необходима для определённой цели, да. Но она опасна, как огонь. Огонь необходим, чтобы приготовить пищу, но вы же не зажигаете дом, чтобы приготовить себе больше. Вы держите огонь в печи, то есть вы создаёте для него границы какие-то. И вот искусство не должно распространять сексуальность, а должно ограничивать сексуальность. В рамках вот этой высокой культуры божественной. Потому что сексуальность, подобно огню, сожжёт потом всё. Оно проникнет. И это, как мой учитель по искусству, когда я ещё учился, был студентом, он говорил, всё это выпендрёшь. Не иди этим путём. Вот это сексуально выделиться, да, стать великим, стать знаменитым. И вот человек начинает выпендриваться в искусстве. Говорит, это не настоящее всё. Ты должен искренне любить природу, любить космос. Вот он меня этому учил ещё тогда, в те времена. Поэтому я ему благодарен. Но он сказал, что не красота спасёт мир, а человек, который видит красоту. Поэтому я вам советую не идти таким путём тоже. Регулируйте свою жизнь правильно, чтобы вы имели платонические чувства к миру. Более высокие понятия красоты. Сексуально — это самое примитивное представление о красоте. Просто, ну что это за искусство? Раздели женщину и всё, и показывают. Но это животное искусство. Тут не требуется интеллекта какого-то, не знаю, мастерства особого. Просто выставку из голых женщин сделали. Народ идёт туда, понимаете? Это уже примитив, это деградация. Нет, создайте образ, который вдохновит мир. Жить лучше. То есть искусство, что такое искусство? Оно отражает более высокую реальность. Вот в чём предназначение искусства. То, что обычно мы не видим, при помощи музыки, изображения, мы начинаем видеть, чувствовать. Понимаете, вот эти высшие сферы духовные ощутить можно при помощи звуков, форм, классических, красивых. Да, вот именно красота поднимает наше измерение жизни. Вот это предназначение искусства. С Богом связать человека. Если мы связываем человека через искусство с противоположным полом, возбуждаем и умы, это не искусство. Это деградация. Вот у нас последний вопрос. Добрый день. Как с нами связаны наши близкие люди? Если мы каждый сам по себе отдельная частичка, действует ли на них через нас Бог? Если близкие люди никак с Ним не контактируют? Если близкие люди с Богом не контактируют? Ну так, вопрос задаю. Вот если они никак не молятся, не контактируют с Богом, Бог через них может действовать или нет? Да, да, может через любой живой существо может действовать Бог. Он может действовать изнутри сердца, он может подсказать это через любого человека. Есть такая притча. Один человек идет по дороге из деревни в деревню. И на встречу бежит другой человек. И кричит, он очень напуган, и говорит, уходи немедленно с дороги, давай сейчас прям прячься в этом лесу. Сейчас по этой дороге бежит стадо бешеных слонов. Очень опасно, никаких шансов растопчут. А этот человек, значит, он верующий, и он говорит, ну, меня Бог защищает, какие проблемы? И пошелся спокойно по дороге. И на встречу бешеные слоны, значит, его там столкнули, там кто-то наступил ему на руку. Ну, в общем, как-то он выжил все-таки, поломал себе руки-ноги, и его люди нашли. И он обратился к Богу, Боже, ну, я же твой преданный, я же молюсь тебе, почему же ты меня не защитил? Говорит, нет, я тебя предупредил через этого человека, я тебя послал специально человека, ты не послушал меня, ты не узнал меня. Поэтому может, да, но для того, чтобы понимать это, мы должны быть сами на духовном уровне. Потому что мало ли кто, что скажет, верно же? Но духовный человек, который отделяет материю дух, он сможет понять, где говорит Бог, а где говорит дьявол. Нужно отличить эти вещи. То есть, вожделение от любви нужно отличить. Например, можно красиво убить человека. Можно красиво его оскорбить. Можно красиво обмануть. Тоже красиво можно. И с искусством можно все это сделать. Понимаете? Гуманно можно убить человека, так сказать. Но вы должны знать, этой красотой перекрывается дьявол. Это лишь ширма. Красота не настоящая, не искусственная. Поэтому это вот опасное явление. Видите, я могу при помощи красны распространять плохие вещи. Поэтому нужно самому быть духовным человеком, чтобы не обмануться. У нас может неожиданно закончиться эфир. Это ровно через час происходит. Я поэтому напоминаю, здесь она немножко перевернута, изображение. Книга называется «Эволюция красоты» Александра Хакимова. Вот, пожалуйста, все эти темы, которые мы с вами обсуждаем, там написаны, обо всем этом написано. И еще картины Александра Геннадьевича можно там увидеть. Вот. У нас, мы хотим, я хочу вам пожелать всем счастья, красоты, чтобы вы красивее были душой, и ваша внутренняя красота, чтобы она возрастала. Александр Геннадьевич, может, тоже что-то пожелаете? Ну, я присоединяюсь, да. Да, вот, что жить с красотой, я желаю всем жить, быть в красоте, прямо находиться в красоте. И для этого, конечно, каждый день мы должны, ну, что-то для этого делать красиво, какие-то жертвы совершать, себя, себя, как бы, вот, отдавать. Это красивый путь. Спасибо, Александр Геннадьевич, вам за этот удивительный эфир. Я думаю, что всем очень понравилось. Мы узнали много интересного, вот, и практичная информация, как относиться ко всему правильно. Вот. Спасибо большое. У нас буквально минута осталась. Может быть, напоследок что-то скажете еще нашим слушателям? Напоследок, я хочу сказать, сейчас две компьютеры. Я бы хотел посоветовать, чтобы вы своих детей обучали каллиграфии. Это очень важно для формирования как бы тонкого интеллекта и характера, чтобы не был свой красивый почерк. Не каждый станет художником, но научить человека красиво писать перышком, допустим, на бумаге. Это очень хорошая практика. Потому что они сейчас печатают, наверное, на компьютерах много. Вот, научить их работать на бумаге, делать что-то руками, вот, чтобы они творили что-то сами. Это очень ценно для их как бы природы. Спасибо большое. Наверное, сейчас нас уже будут останавливать. Мы тогда сами лучше, чтобы нас не прервали. завершаем эфир. Всего всем доброго, счастья и красоты. До свидания. Всем удачи. До свидания.